Самолет весь огоньками. Что рассказали очевидцы о крушении бизнес-джета Пригожина? Евгений Пригожин погиб? Действительно ли он был на борту разбившегося бизнес-джета? Что стало причиной авиакатастрофы? Эти вопросы со вчерашнего вечера будоражат информационное пространство. Интернет полнится слухами и домыслами. Официальной информации пока очень мало. Следственные органы проводят расследование и просят дождаться его результатов. Белта собрала основную информацию об авиакатастрофе к этому часу, а также рассказы людей, которые стали очевидцами крушения бизнес-джета. Что известно о крушении самолета? Частный самолет Embraer Legacy с 10 людьми на борту разбился вечером 23 августа в районе села Куженкино Балаговского округа Тверской области. Самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Судно принадлежало компании МНТ Аэро, специализирующейся на бизнес-перевозках. В МЧС России проинформировали, что все находившиеся на борту самолета погибли. Позже Росавиация опубликовала имена пассажиров и экипажа разбившегося бизнес-джета. В списке значатся основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Между тем, в СМИ появилась информация, что тела погибших уже доставили в Тверь для проведения судебно-медицинской экспертизы. Вероятно, понадобится экспертиза ДНК, поскольку некоторые останки сильно повреждены огнем. Об обстоятельствах крушения самолета пока известно крайне мало. В экстренных службах сообщили ТАСС, что самолет при ударе о землю сгорел. Всего в полете он находился менее получаса. При этом сервис отслеживания самолетов Flightradar 24 опубликовал отчет, согласно которому последние две минуты полета самолет то набирал, то терял высоту. Судно потеряло 2,4 км высоты за 30 секунд. Российские СМИ сообщают, что в момент катастрофы в небе находился еще один самолет, которым пользовался Пригожин. По данным сервиса Flightradar 24, он приземлился в подмосковном аэропорту Оставьево. Что рассказывают очевидцы? Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. Женщина заявила, что около 7 вечера в среду она возле своего дома, который находится метрах в 300 от места, где сейчас лежит хвостовая часть Embraer, услышала звук самолета. Потом что-то похожее на хлопок, как выстрел. Потом вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук. Начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше, и вот самолет полетел. Вернее, я слышала только звук, и потом впереди между облаками такой просветик. Я смотрю, птичка, и говорю, почему птичка так высоко залетела? А самолет уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти. Потом шли в дыма, и он стал опускаться, пикировать, рассказала собеседница. А вот рассказ еще одной очевидицы, жительницы поселка Куженкино Людмилы Осиповой. Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако, рассказала она и о новости. Осипова добавила, что лично момент крушения не видела, но соседка утверждала, что запомнила все. Грохот произошел, потом она повернула голову, говорит, все сверкает уже, самолет весь огоньками. Видим, говорит, что загорелся и стал падать, заявила женщина. После того, как самолет упал, все родственники Осиповой прыгнули в машину и поехали на место крушения. Очевидец Александр Пономарев увидел свечение и предположил, что летит ракета, засверкала. Думал, ракета, а потом смотрю, самолет летит. Он увидел, как во время падения самолета две его части отлетели в сторону. Взрыва я не слышал, только черный дым пошел, а он взорвался наверху, говорит мужчина. Некоторые жители поселка, услышав громкий звук, предположили, что началась гроза. Сначала это была гроза, что ли, или гром, потом в окно выглянул, смотрю, дым валит оттуда, и что-то упало. По времени это было около 18.00. Рассказал известием мужчина, чей дом находился неподалеку от места падения одной из частей самолета, предположительно, крыла. Метров 90 от нашего дома. Здесь взрыва не было. Он упал, и тишина, рассказала женщина, живущая в этом же доме. При этом другие очевидцы слышали взрывы. Бабахнуло два раза. Я на балкон даже выходил. Но ничего не видели, только слышали. Очень похоже на грозу. В болото прилетело крыло, сообщил еще один местный житель. Что происходит на месте ЧП? Один из фрагментов разбившегося самолета упал на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах от места авиакатастрофы. Еще один фрагмент обнаружили примерно в трех километрах 500 метрах от места авиакатастрофы. В ночь на 24 августа корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что по проселочной дороге в направлении места авиакатастрофы периодически проезжают в оба направления автомобили МЧС и Следственного комитета. Вдали виден развернутый оперативный штаб. На месте за оцеплением работают сотрудники СМИ. Дорогу в село Куженкино со стороны старой фермы перекрыли посты ДПС. С этой точки открывается вид на поле, где разбился самолет. Хвостовая часть самолета лежит в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры. Подойти поближе невозможно. Территория оцеплена. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки. Что заявляют в следственных органах? Следственный комитет России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы, сообщили в СК. Расследование катастрофы самолета Embraer начала и Росавиация. Для этого была создана специальная комиссия. Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешние воздействия, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. Дело о крушении самолета поручено следователю Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу. Ранее он расследовал громкие дела о крушении самолетов.